Вот нам задают вопрос, не рассказать ли, что такое информационная культура. Хороший вопрос. Судя по тому, что написали с большой буквы, видимо, имеется в виду именно организация информационная культура, а не само понятие. Например, организация информационная культура – это некоммерческая организация, изначально она была некоммерческим партнерством, которое возникло на базе того, что мы с коллегами пытались как-то продвигать различные идеи, связанные в первую очередь с открытостью данных, с открытостью информации, ну и вообще с информационной культурой. В какой-то момент запустили такой конкурс, который некоторое количество частных лиц поддерживало, назывался он «Apps for Russia», и через, Ваня, сколько, года два или три этого конкурса, по-моему, году на третье, мы собрались и решили, что нужно инститализировать эту деятельность. И создали основную некоммерческую организацию информационная культура, ее генеральный директор Иван Бектин. Здрасте. Или, наверное, ты чуть больше можешь сказать про проекты, текущую деятельность? Да, собственно, мы так сложилось, что появились еще до открытого правительства, пока оно существовало, я обычно говорил о том, что мы были до него, пока оно есть, и точно будем после него. Вот, собственно, все предсказания совпали. Мы занимаемся, в общем, повесткой открытости не только государства, а, в принципе, общества, разных институциональных структур, от музеев до университетов, от органов власти до прозрачности корпораций в части их приватности. Вот, основной наш приоритет — это открытость, открытые данные, коммуникация, простой язык. Но вот в этом году, на самом деле уже с прошлого года, мы поняли о том, что приватность — это одна из ключевых тем. Вот, и всячески стараемся взаимодействовать со всеми теми, кто занимается этой темой. Ну, вот, и от бизнеса, компании, которые входят в нас в ассоциацию, и сами по себе занимаются профессиональным вопросом приватности, и от общества, от профессионального юридического сообщества. Ну, вот, ну, в принципе, наши проекты в основном все-таки про открытость, про открытые данные, и поэтому иногда трудно выдерживать баланс. Открытость, приватность — не всегда синонимы, вот, разные стороны одного и того же явления, скажем так, датафикации нашей жизни. Датафикация — это сложное слово, не все выговорят. Ну, хорошее. Ну, мне больше нравится, чем цифровизация. Хотя бы с точки зрения благозвучности. Так, коллеги, ну, тем не менее, значит, пока у нас никаких вестей от... Олега нету? Значит, Иван, можем ему набрать? Я просто думаю, что в течение трех минут мы начнем в любом случае, потому что, мне кажется, что задержка длиннее — это просто уже некоторое неуважение к нашим слушателям. Ну, давайте буквально сейчас я отключусь и через секунду вернусь. Давайте, да. Значит, на самом деле я тем, кто не знает, расскажу еще, что мы в течение уже какого-то количества лет регулярно делаем ежегодно день открытых данных. И этот такой, ну, с одной стороны, это некое формальное событие, где, значит, там, блинар, открытие, там, все дела. С другой стороны, много разных дискуссий и формальных, и неформальных вокруг вот той самой датификации, вокруг работы с данными, вокруг некой культуры в широком смысле их проникновения в нашу жизнь, насчет тех изменений, которые несет вся эта волна, и в каком-то смысле дискуссия, которая будет сегодня, началась там в этом году. Уже еще не было всех историй про коронавирус, хотя мы там за несколько дней до этого всерьез обсуждали, а вообще как бы начинаются некоторые ограничения. Ну, и в целом ситуация, кажется, не самая благополучная, не отменить ли. Тем не менее, там не отменили, все прошло, даже вроде бы неизвестны случаи, чтобы там кто-нибудь кого-нибудь заразил. И тогда уже было ощущение, что что-то у нас с приватностью не просто уже происходит не совсем хорошее, оно давно происходит не совсем хорошее, но такая угроза висела в воздухе, и мы вот в частности с Аркисом про это там дискутировали. Собственно, на открытии неоткрытых данных. И в каком-то смысле это такое развитие этого разговора. Кажется, что одна из важных вещей для этой повестки, для того, чтобы так или иначе в этой области учитывались мнения всех сторон, потому что, с одной стороны, сказать, что вот все только, самая главная приватность, всем все запрещаем, и там все карательные органы направить именно на соблюдение этого, нехороший сценарий. Довольно много того, что мы в последнее время привыкли получать как некоторую пользу от современных сервисов, на этом исчезнет. Они во многом завязаны на то, что все не так хорошо с нашей приватностью. С другой стороны, все всем разрешить тоже, в общем, не самая хорошая идея, и информация о нас может быть использована в том числе против нас. И вот это такой важный момент, где надо договориться о балансе. Это невозможно без дискуссии и общественной, и экспертной. Законодатели, как тут нам подсказывают, что надо со всем этим законодателям, ну, знаете, законодатели во многом отражают ту самую культуру, которая так или иначе в обществе имеется. И в нашем обществе имеется культура запрещения всего и вся, поэтому законодатели очень любят принять еще что-нибудь запрещенное. Те люди, которые активно доказывают, что это неправильно, я к ним тоже отношусь. Когда у них спрашивают, ну, а вот тут проблема, как побороться. Я говорю, да, ну, ерунда, запретим все. Поэтому тут, знаете, такая вещь, в общем, я бы не стал недооценивать все-таки культурное восприятие тех или иных проблем. И, безусловно, на законодателей влияет не только оно, но оно влияет, если задуматься, гораздо сильнее, чем иногда кажется. Ну что, Иван, что сказал Олег? Потому что мы не можем уже дальше никого ждать. Олег пока, видимо, сидит на совещании, он не может ответить. Поэтому давайте начинать. И параллельно я попытаюсь его все-таки до нас вытащить. Ну, вот, видите, это такая, опять же, важная история. Как только мы включаем в контур наших дискуссий людей государевых, то сразу возникает масса проблем с тем, что у государства и его внутренняя жизнь и внутренние проблемы окажутся важнее, чем обсуждение проблемы общественной. Так, наша сегодняшняя тема, и мы вообще надеемся, что это некоторое начало серии семинаров про это. Мы надеемся, что разговоры про это будем ввести не только мы, но мы точно проведем какую-то серию семинаров с обсуждением разных сторон всех проблем. Значит, сегодняшняя тема семинара — «Цифровой профиль россиянина. Право на приватность». Ну, не думаю, что ни для кого не секрет действия государства по созданию цифрового профиля гражданина. Там много разных историй. Иногда произносятся слова «Национальная система управления данных». Иногда произносятся слова «Цифровой профиль». Иногда произносятся слова «ЕСИА-2.0». Иногда произносятся слова «Единый регистр населения». Плюс мы знаем, что некоторые ведомства о нас много чего набирают. Так или иначе, понятно, что в текущих моментах рано или поздно это все будет связано в какие-то единые базы. Тем более, что сейчас правительство возглавляет человек, который, во-первых, имеет айтишный бакграунд, очень неплохой. Я вот его знаю очень давно, именно из айтишной среды. И до того, как он пришел в госорганы. Ну и в госорганах, проявившие некоторые очень серьезные айтишные способности, которые где-то пошли всем на пользу, где-то можно про это спорить. Но, по крайней мере, там у человека есть понимание про то, что можно сделать из данных. И не исключено, что это будет влиять на скорость реализации таких проектов, как «Саварок профит россиянин». Самый главный вопрос в этом остается, что же при этом в информации о нас наша. А что нет. Какие режимы владения этих данных. Ну и вот весь круг вопросов с этим связанных. Я давайте представлю наших участников. Значит, ну, Ивана Бектина я уже ставил. Директор экономической коммерческой организации «Информационная культура». Слен различных общественных советов, связанных с работами по цифровизации. В последнее время Иван также активно сотрудничает с счетой палатой, в том числе в части того, чтобы повысить прозрачность и открытость всей государственной системы. Саркис Дорбинян, партнер Центра цифровых прав, известный в области дел, связанных с различными цифровыми технологиями, адвокат, в первую очередь связанный в связи с всякими вопросами интернета. Ну и довольно сильно известен как общественный деятель, выступающий, но по сути на стороне открытости, на стороне такой защиты прав граждан на их данные, на приватность. Можно, наверное, в каком-то смысле сказать правозащитник, хотя я этого слова страшно не люблю. Мне оно всегда кажется таким, не всегда однозначным. Светлана Белова, генеральный директор компании «Датамания». Светлана представитель бизнеса, работающего на данных. В каком-то смысле, наверное, с точки зрения бизнеса, представляющая сторону, которая хотела бы, наверное, чтобы все наши данные можно было использовать по-разному. Но я думаю, что тоже, в общем, как всякий бизнес, понимающий, где есть грань между тем, что бизнесу стоит делать, а что не стоит для того, чтобы самим себе не ломать развитие. Ну и я очень надеюсь, что к нам все-таки присоединиться Олег Качанов, заместитель министра, я все время хочу сказать, связи, но на самом деле цифрового развития. И Олег связан как раз с теми работами, которые ведутся по совершенствованию сервисов госуслуг и созданию того самого цифрового профиля. Ну вот сейчас я получил информацию, что Олега вызвали на срочное совещание, ну, с которого я надеюсь, что ему удастся в обозримом будущем сбежать и к нам присоединиться. Мой первый вопрос нашим участникам. Коллеги, а вот давайте начнем просто с некоторой базы. Режимы владения персональными данными и право распоряжаться ими. Смогут ли, и вообще могут ли, возможно ли это граждане регулировать доступ к собственным же персональным данным для того или иного госоргана, коммерческой компании, других лиц? В каком виде они это могут? Потому что у нас же с вами есть уже некоторый опыт владения мобильными телефонами, нахождение в социальных сетях, где какие-то наши данные доступны многим. Мы, конечно, получаем длинную простыню от Apple или от Google, когда включаем телефон первый раз, где он нас предупреждает, что у него есть какие-то там соглашения, еще что-то. Ну, во-первых, я думаю, что кроме Саркиса никто их не читал. А если кто-то и пытался, то все равно не понял. Ну, а главное, что просто в этом соглашении, в котором по большому счету написано, что ничего больше нам не принадлежит, у вас выбора-то нету, вы же не можете, если вы не примете, ну, хорошо, не принимайте, не пользуйтесь. Будьте лишены массы всяких сервисов. Вот как вообще с этим обстоит дело? И я бы, на самом деле, наверное, как раз хотел бы начать с Саркиса, который понимает лучше всех нас правовую сторону этого вопроса. Да, вообще, в принципе, возможно ли, бывает ли, можно ли обеспечить, если даже принять такие нормы, можно ли обеспечить их соблюдение? Есть ли какой-то опыт в этой области? Саркис. Да, коллеги. Приветствую еще раз. И, наверное, спич бы я хотел начать вообще с того, что происходит с приватностью в России, потому что мы на эту тему обращаем тоже очень внимание. И на самом деле нам очень печально наблюдать то, что происходит сейчас. По сути, в 2020 году мы можем смело сказать, что приватность не нужна никому в России. Она не нужна бизнесу, потому что бизнес для него – это лишний геморрой, это ограничение. Оно не нужно государству, потому что всем очевидно, что институтов никаких, защищающих вашу приватность, нет. Есть отдельно схожий какой-то квази-институт Роскомнадзора, который защищает данные, оторванные от пользователей, кого-то штрафует, и это совершенно никак не связано с защитой приватности. И, конечно, она не нужна, самое главное, пользователям, которые, ну, сколько раз мы слышим это утверждение, что пускай следят, да, мне нечего скрывать, а, собственно, если вам не нужна приватность, потому что вам нечего скрывать, то, судя по всему, конечно, конечно, вам и не нужна свобода слова, потому что вам нечего сказать, да. И это, на самом деле, создает большую проблему, что приватность вообще не стоит ни в политической повестке, ни в каких-то вот актуальных вопросах, которые власть здесь и сейчас должна решать. И то, что мы сейчас видим, вот это вот активное создание цифрового профиля, эфира, там, собственно, создание единой биометрической системы, нас это, конечно, очень сильно все пугает. Пугает по той причине, что в отсутствии работающих институтов увеличивать возможности централизованного сбора данных каких-то органов, это представляется абсолютно кощунственным по отношению к правам человека. И, конечно, мы здесь говорим, что государству надо нажать на паузу, тормознуть со всей этой историей с технологиями распознавания лид, цифровым профилем, цифровым регистром, и сначала вернуться к базовому вопросу создания нормального рабочего института защиты приватности, который будет создавать гайдлайны, который будет разъяснять бизнесу, как ему вообще работать с персональными данными, который сможет проверять государственные органы на предмет, да, соответствия законодательства персональных данных. И пока это ничего особенного не будет, мне кажется, идти дальше, конечно, не стоит. Вот на это я хочу обратить особое внимание, что, конечно, никаких гарантий, в том числе по получению информации, кто и как обрабатывает ваши персональные данные, на сегодняшний момент нет. И то, что мы видели вот в этом проекте по цифровым паспортам, оно даже и не предполагается. Я напомню, что весь проект говорит о том, что будет, собственно, сейчас я возвращаюсь к вопросу единого регистра, да, цифрового, что это будет централизованно хранить федеральная налоговая служба, получая данные со всех источников, и никаких дополнительных прав там для пользователей не предусмотрено. Что, конечно, очень отличается от модели той же Эстонии, европейских государств, где реализована несколько другая схема, да. Кто не знает, эстонский X-Road, это один из примеров того, как может создаваться действительно безопасный протокол, когда данные не хранятся централизованно в одном месте, они хранятся в разных источниках, но с помощью безопасного протокола государственные частные акторы могут получать и обмениваться этими данными, не нарушая права пользователей. Это снижает, во-первых, риск и уязвимость, что не будет с одного места все украдено, да, либо кто-то там получит доступ к ним неавторизованного. И, конечно, что самое главное, эстонцы имеют возможность получать логи, какие государственные органы обращались в государственные реестры за получением каких данных. Вот это и называется настоящий контроль над своими данными, когда вы знаете, кто их использовал, для чего, в каких целях и так далее. Сегодня у нас такой системы нет. Вы даже зачастую социальными сетями не можете точно понимать, какой объем данных они используют и куда они передают. А весь институт приватности у нас строится на согласии, что уже на самом деле в мировой практике отказываются от согласия как законной цели. И, ну, вот эта вот последняя история с приложением социальный мониторинг, да, по которой уже столько шумихи было, когда люди больным ковидом приходили и говорили, что либо езжай в больницу, либо устанавливай приложение и сиди дома, да, и там снимай селфи каждые 4 часа и пусть все твои данные утекают на сервера, мы, на наши сервера и мы тебя контролируем, да. И там вот эта кнопка согласия, она, по сути, означает, что вы все данные отдаете для любых целей. Там разбирали это приложение, в том числе 10 лет получать рекламу вы там согласие даете, да, вместе с наблюдением врачебным. И вот это вот абсолютно серьезная проблема, потому что все жалобы в Роскомнадзор после Европейский Роскомнадзор мог не согласиться с обработкой персональных данных. Вот я, наверное, сакцетировать хотел прежде всего вот на этих проблемах и сказать, что, естественно, еще раз подчеркну, без создания институтов, независимого органа и всего прочего, говорить о защите приватности в России не приходит. сакцетирование института. Светлана, тот же самый вопрос. Вот с точки зрения бизнес-логики, понятно, что с одной стороны у бизнеса есть свои интересы, с другой стороны не надо считать бизнес такими исключительными упырями, да, бизнесу выгодно, чтобы и пользователь был тоже доволен, поэтому, наверное, есть какой-то баланс. Вот с вашей точки зрения, где он находится, как его соблюдать и какая вообще, в принципе, там понятно, что вы от своей компании не, наверное, не можете выступать от всего бизнеса, но вы же при этом являетесь все-таки такой компанией в каком-то смысле инфраструктурной для другого бизнеса и, соответственно, знаете мнение других участников. Да, спасибо. Я хочу правда, прежде чем отвечу напрямую на вопрос, хочу немножко прокомментировать слова Саркиса о возможности и необходимости создания специального института. Боюсь, что, ну, может быть, это покажется крамолой, но бог с ним, но у нас создание любого института всегда рассматривается как объект чьего-то интереса. Ну, мы создаем институт, потому что это кому-то выгодно. Вот появилась схема с электронными метками товаров, да, появился ЦРПТ. Вот поэтому, на мой взгляд, создание института не решит проблем. Появится просто какая-то коммерческая структура или окологосударственная, которая будет на этом зарабатывать деньги. Но не факт, что мы при этом решим вопрос от приватности. И еще маленький комментарий. в GDPR есть такая замечательная вещь. В GDPR есть обязательства для оператора обработки данных, обработки персональных данных, обязательства предоставления организации специального интерфейса, автоматизированного, через который любой пользователь может выкачать метаданные и данные, которые собирает о нем провайдер. Мне кажется, это очень важная вещь в разговоре о приватности, потому что информирование пользователей это очень важная составляющая информирования именно о том, какие данные, с какой целью и где собираются. Вот в GDPR это как-то решено через обязательства для операторов обработки данных. И надо сказать, что такие монстры и злодеи в части обработки персональных данных и их утилизации, как Google, Facebook, Apple, они следуя, поскольку они работают на территории Европы, они следуют GDPR и они добросовестно сделали эти самые интерфейсы. Можно обсуждать качество и полноту информации, которую они предоставляют через эти интерфейсы, но это какой-то шаг вперед. Вконтакте, кстати, тоже сделал такой интерфейс и вот потихонечку переходя к тем схемам, которые мы для бизнеса придумали и которые сейчас пытаемся реализовывать на рынке, надо сказать, что вот один большой сотовый оператор из четверки, он тоже сделал шаг в эту сторону и обеспечил на своей стороне интерфейсы, через которые пользователь теперь может выкачивать информацию о том, какие данные о нем собирают и, собственно, сами эти данные, то есть мета-данные и содержательную часть. Что касается интересов бизнеса. Бизнесу очень хочется торговать данными. Бизнес очень хорошо понимает все риски, которые с этим связаны. Я говорю сейчас не о страшилках, 50-тысячных штрафах или полумиллионных штрафах. Совсем нет. Но у всех в шкафах стоят начищенные скелеты и чем больше оператор, тем больше страхов и связанных с рисками потерять лицензию, как-то скомпрометировать себя в связи с нарушением законов, связанных с обработкой данных. Мы вот довольно долго, ну, долго как, относительно два года мы выслушивали и высматривали вот все эти проявления на рынке, проявления, связанные с заинтересованностью в торговле данными и пришли к схеме, она, наверное, компромиссная, она не идеальная, она не абсолютная. Пришли к схеме, которая позволяет с одной стороны бизнесу легально обмениваться данными, с другой стороны субъекту персональных данных получать ту самую информацию о том, кто, кто, зачем, на какое время использовал его данные и таким образом, в общем, как-то гармонизировать эту ситуацию с неоднозначностью толкования 152-го закона. Что мы делаем? Мы создали приложение, это и веб-приложение, и нативное приложение для мобильного телефона, через которое пользователь может получать запросы на обработку его персональных данных. То есть, если один бизнес хочет другому бизнесу предоставить данные о своих клиентах, то все это можно сделать через обращение к конкретному субъекту персональных данных за разрешением его данной использовать с такой-то целью, на такой-то срок в интересах такого-то третьего лица. Мы эту схему реализовали, мы ее уже обкатали в нескольких больших пилотов, надо сказать, с довольно приличными заказчиками, с крупными лицензированными операторами, они ее приняли, и это, собственно, нас очень сильно греет, потому что мы прошли очень серьезную экспертизу, такую и рыночную, и юридическую. И мы вот сейчас активно набираем базу, у нас достаточно большая воронка потенциальных клиентов, которые заинтересованы в получении данных, у нас есть несколько поставщиков, но, в общем, потихонечку этот маховик расположен, что все участники процесса как бы получают по крайней мере то, что они хотят. Пользователь получает информацию и получает вознаграждение за свое участие в этом процессе. Бизнесы, стороны обмена данными получают, соответственно, одна сторона вознаграждения за усилия по сбору и обработке этих данных, другая сторона соответственно получает данные необходимые для развития своего бизнеса. Вот как-то так. Ну, то есть попытка, если не вин-вин, то по крайней мере некоторого удовлетворения взаимных интересов. Да, безусловно, и нам кажется, что еще очень важный во всей этой схеме это такой социально-экономический эффект, потому что пользователь как бы понимает, что то, что ценно для бизнеса, может быть вознаграждено прямыми выплатами ему. Ну, у нас начинается самое интересное, мне кажется, да, может ли что-нибудь подобное и предлагает ли что-нибудь подобное государство, которое гораздо в большей степени нашими данными владеет. Вот тут нам наши слушатели подсказывают собственно комментарий к тому, что говорилось про приложение социальный мониторинг, что в нем вообще нет кнопки согласия, пишут нам. Я, честно говоря, не ставил его, поэтому не знаю. А согласие ты даешь, когда подписываешь согласие о лечении дома. И понятно, что в этой ситуации человек находится в стрессовой ситуации, ему врач дает подписывать несколько страниц с мелким текстом, в котором написано, наверное, много всего, в том числе о том, как именно дома лечиться. Ну, я не знаю, опять же, не сталкивался, и поэтому на слово нам я верю на слово, но и, в общем, наверное, ситуация примерно так выглядит. И тут вообще человек же это не связывает с тем, что в приложении, что в нем потом будет, еще как. Он его еще не поставил, он еще не видел, он не знает. Да, но уже на что-то согласился. Иван, вот прости, пожалуйста, но ты будешь отдуваться за государство. Пока не пришел Олег, ты среди всех собравшихся к государству ближе всего. И я все-таки надеюсь, что Олег придет, все-таки Качанов это такой редкий случай чиновника, который не боится общаться с людьми и более того, является, в общем, специалистом в той области, в которой работает. Но его отсутствие, вот, скажи, пожалуйста, с точки зрения вообще конструкции государства, а возможно ли это? Возможно ли ситуация, в которой государство будет искать вот такие взаимовыгодные истории, про которые говорила Светлана? Или будет ставить некоторые самоограничения и брать общественные обязательства по прозрачности, про которые говорил Саркиз? Вот, в принципе, возможно или невозможно? возможно ли там сами сказали, что, я не знаю, давайте мы не надо, чтобы все подряд имели данные к постановлению суда, которое меня касается. Или еще что-то? Ну, да, мне, видимо, придется отдуваться за Олега. Олег, так сказать, вопрос, срочно вызвали на совещание к министру, простите, он, так сказать, если получится, вернется. Ну, то есть, это причина не в том, что он не хочет быть, а просто объективно не может пока. Очень надеемся, что присоединится. Я присоединюсь тогда отчасти как преподаватель, человек, ведший некоторое количество лекций по работе с данными в Российской Академии Народного Хозяйства для тех людей, собственно, которые сейчас выступают в роли министров, замминистров и даже некоторых вице-премьеров. Они все проходили это обучение. Вот, и одно из важных направлений, на которых я там в том числе делал постоянные акценты, это этические кодексы, этика, вообще так называемые этические модели работы с данными. И здесь просто, чтобы был понятен контекст глобальный в мире, то кроме такого условно малого и среднего бизнеса, и даже крупный бизнес в России, например, с которым работает Светлана, есть глобальные дата-корпорации, ну, там, Google, Apple, все остальные, с которыми, в принципе, национальные регуляторы в мире ведут такую позиционную войну. Иногда переходящую в активную стадию, где там выставляют штрафы на уже десятки миллионов долларов или евро, вот, иногда локально просто, так сказать, ограничивая их в чем-то. Но в целом и общая такая консолидированная позиция большинства тех, кто защищает приватность в мире, в том, что корпорации нарушали до недавних пор нашу приватность гораздо больше, чем государство. И государство это такой стратегический союзник, который должно было устанавливать некоторые правила, по которым эти корпорации должны работать. Сейчас они извлекают максимум прибыли из использования наших данных. Здесь предполагалось некоторые ограничения на них поставить. Но у нас одновременно возникла ситуация, и во всем мире, и в России в некоторой тоже форме, что государство само стало выступать в позиции не регулятора, а смотря на корпорации, а давайте-ка мы будем делать то же самое и извлекать из этого тоже прибыль. У нас единственная структура, которая глобально может извлекать прибыль из сбора данных, это на самом деле только налоговая служба. У остальных для этого механизмов просто нет. Но создание новых государственных систем это вот одна из моих ключевых претензий, что государство, на которое мы рассчитываем, как на некоторый проводник госполитики в регулировании злоупотребления данными крупнейшими корпорациями, само начинает злоупотреблять. Упоминавшиеся здесь, например, приложение социальный мониторинг в вопросах, на самом деле Минкомсвязи или Минцифра не имеет влияния на региональные власти. Они могут им порекомендовать. Единственное, что может их обязать, это некоторый федеральный закон, либо их самоограничение. Поэтому Минцифра, насколько я помню, обещали удалить все данные из их приложения СтопКоронавирус, например, на московские власти с их социальным мониторингом. Я, честно говоря, не знаю, что может повлиять. Ну, то есть, похоже, вопросы этические не влияют, не очень-то влияют, они ссылаются на опыт разных стран с немножко другим уровнем доверия государству. Если говорить про накопление данных и работу с этим, то на самом деле примеры и институции, которые это позволяют, существуют даже в существующем механизме. Ну, например, история с введением кредитных историй у граждан очень похожа на работу с данными. Точно так же есть некоторое количество банков и других финансовых организаций, которые собирают у вас данные и сдают в некоторые репозитории, которые ведут эти кредитные истории. Точно так же там фиксируются все факты доступа к вашей информации, и на это вы согласны, понимая, что это некоторые условия получения вами некоторых финансовых сервисов. Это, на самом деле, очень похоже на модель такого персонифицированного доступа гражданина, как минимум в каких-то случаях, возможно, даже с ограничением или отзывом своего согласия. И коллеги с Минкомсвязи еще при прошлом министре на самом деле говорили ровно про эту модель и про возможность ее внедрения на портале госуслуг. То есть, если какие-то органы будут использовать ваши данные, чтобы вы имели возможность их отозвать. Но здесь проблема в другом. И проблема такая системная. или просто ваш брак будет конкретное отделение ЗАГСа вашего ребенка там же, ваш налоговый вычет будет зарегистрирован только в одном органе. Вы не можете зарегистрировать налоговый вычет в Сбербанке или в ВТБ. Вы все равно пойдете в налоговую услугу. И это означает, что если вы в принципе хотите существовать в государстве с некоторыми процедурами услуг, получаемых в электронной форме, а на самом деле уже в любой, то вам придется использовать монопольные услуги государства. Единственный способ в данном случае это уже вопросы, которые в значительной степени относятся к политической ответственности. Поскольку, например, в Австралии во время ковида австралийское правительство приняло закон о биобезопасности. Соответственно, закон пишется для того, чтобы ограничить этот сбор и обеспечить юническое. В Израиле Кнессет просто ограничил правительство изначально в сборе данных. Во многих странах подобное есть. Но я здесь тоже оговорюсь, что когда я в каких-то вопросах самокритикую органы власти, во многих странах мира происходит подобное. И самый главный критерий внедрения этих технологий это на самом деле уровень доверия государства и граждан. В первую очередь граждан государства. Потому что в Южной Корее или Китае с уровнем доверия граждан государства достигающим 80%, это по Эдельман индексу, то там внедрение приложений тотального мониторинга не вызывает общественного сопротивления. Или оно очень локализованное. А в России, когда у нас уровень доверия государству порядка 25-30%, это опять же по тому же Эдельман индексу, понятно, что появление приложений вызывает резкое раздражение как минимум действия московской мэрии. Ну, помимо того, что они просто еще и неуклюжи и не очень умеют объяснять то, что они делают, но это еще и проблема доверия. Что со всем этим делать? Я считаю, что вопрос этики, принятие этических кодексов, принятие механизмов явного согласия гражданина на использование данных и все-таки формирование репутации государства как адекватного регулятора в этой области, это все то, что необходимо делать, и тогда, возможно, и граждане будут доверять больше, и государство станет возникает злоупотребление их данными. Ну, и союзникам бизнеса, поскольку также крайне важно, чтобы область использования данных, она находилась в легальной зоне, потому что если кто-то считает, что, например, то, что не разрешено торговать данными, никто не торгует, это не так. Ну, просто торгуют в черную. Чтобы этот рынок был легализован, ну, чтобы просто были нормальные механизмы, при которых бизнес готов был бы делать это легально. Как-то так. Ну, Иван, спасибо, хотя мне кажется, что все-таки слова о том, что вот если бы у нас был этический кодекс, то жизнь была бы прекрасней и удивительней, она меня смущает, потому что государство не живет этическими кодексами. Даже если предположить, что у нас государство в целом считает необходимо руководствоваться законом, хотя у меня в этом есть большие сомнения, то это должно быть какого-то другого уровня. Это должно быть прописано в Конституцию, например. И в целом мне кажется, что история про прописывание прав в цифровом пространстве, а не только в физическом, уже назрела. Цифровое пространство стало в жизни человека играть не меньшую роль, чем пространство физическое. Василий, Конституцию там уже поздновато немножко прописывать, и шансов на это было с самого начала не очень много, учитывая состав Конституционной группы, где не было никого, относящихся к цифровым технологиям. Наталья Ивановна Касперская. Ну, что-то мы не заметили как-то большого ее и ценностного вклада в новую редакцию Конституции, поэтому, если можно, не буду комментировать Наталью Ивановну Касперскую. Но если мы говорим про международный уровень, то, безусловно, на уровне ООН давно обсуждается о том, чтобы признать цифровые права одними из базовых прав человека. И право, соответственно, на приватность также. Оно пока нигде до конца не закреплено, но я предполагаю, что оно рано или поздно, ну, там, в течение двух, максимум трех лет появится в некоторых итоговых документах и Совета Европы, и ОСР, и ООН, но перекочуть ли это в нашу Конституцию, я пока, честно говоря, сомневаюсь. Да, я просто дополню два слова. Он все-таки этот вопрос рассматривал изначально, и вместо выделения отдельных прав, он все-таки решил, что он те же права в оффлайне будет защищать и в онлайне, не создавая новых прав, но создавая дополнительные рекомендации для государства, что делать. В части вопроса касались вопроса обеспечения права на анонимность и шифрование, что в России, как мы понимаем, крайне плохо. Это тренд на повальную деанонимизацию и, собственно, ограничение, блокировка всех сервисов, которые позволяют шифровать надежные коммуникации. Это, понятно, старт-мейл, протон-мейл, телеграммы, има, все, что попадало под закон Яровой, закон Лугового, уже было заблокировано и еще, видимо, в этом плане продолжат. И в России достаточно странно появилась дефиниция цифровых прав. Она появилась в 2019 году и была связана с попыткой регулировать оборот криптовалюты цифровых активов. Поэтому у нас цифровые права звучат как обязательные права на что-то непонятное. Это, конечно, крайне сильно отличается от международного подхода и рекомендаций ООН и, скорее всего, ожидать реально внесения и гарантию этих прав в текущих реалиях явно не приходится. Ну, хорошо. А давайте тогда с другой стороны поговорим. Вот, смотрите, бизнес, тот, который забирает мои данные, практически меня не спросив, да, там, вот, например, я пользуюсь телефоном с Андроидом. В общем, я отдал Гуглу очень много чего, ну, а заодно и, в общем, еще много чего отдал Самсунгу, который этот телефон произвел. Я от них получил нечто взамен, да, я получил удобные сервисы, я получил вещи, которые, ну, там, благодаря тому, что я отдаю какие-то данные о своем местоположении и окружающей меня среде, у меня телефон быстро определяет мое местоположение даже в те моменты, когда у меня там, связь плохая, да, GPS не видно и так далее. То есть, я что-то получаю взамен. Давайте попробуем найти, а что нам может в обмен на нашу приватность, да, в обмен на отдачу наших данных дать государству. Вот, когда начиналось национальное систему управления данных, говорилось, вот мы все данные людей в одном месте соберем, зато вам, дорогие граждане, не надо будет заниматься тем, что туда справочку, туда еще что-то. Правда, ровно те же слова говорились до этого, когда создавалась система межвеностного электронного документа оборота, электронного взаимодействия с МЭФ, на котором называется. это прекрасная история, да, и в принципе от меня в меньшей степени в некоторых ситуациях требуют принесить документы, но все равно требуют, да, пока я как гражданин не ощутил, что отнятие вот этих моих каких-то прав, или, по крайней мере, не поверил, изменит мою ситуацию с тем, чтобы я собрал там 132 бумажки. Но, тем не менее, может быть, это все-таки возможно, и просто еще я не дождался, и зря волнуюсь пока, да, какие-то специальные умные люди сидят и все про это делают. Вот, что с этим? Что мне даст государство в обмен на потерю моей приватности? С ковидом оно пыталось мне дать немножко безопасности. Безопасности. Да. И не только с ковидом, все разговоры, там, борьба с терроризмом, обеспечение безопасности на массовых мероприятиях, да. Ну, сейчас она дает не только безопасность, она еще и обещает удобные сервисы, да, но не надо скатываться к нам в лудизм, чтобы понимать, что действительно это могут быть крутые сервисы, когда ты с помощью, да, своего токена, данного нам богом, да, своего лица имеешь возможность получать доступ к услугам. И сейчас, кстати, вот с 1 июля эти криптобиокабинки, да, в которых уже много мемасиков ходит, начнут устанавливать и забирать сэмплы голоса и изображения, обещая при этом удобство, возможность заключения договоров, каршеринги, там, получения множества услуг, не имея при себе физического паспорта. И, конечно, это все подкупает, и это дает какой-то импульс гражданам сейчас идти в условиях, как мы сказали, абсолютного недоверия, крайней мере, хоть как-то получать эту биометрию от граждан для того, чтобы вот этот эксперимент над людьми состоялся и, возможно, через пару лет, понятно, он из добровольнической истории перейдет обязательно, когда вы не получите паспорт, пока вы не сдадите всю биометрию и не предоставите все свои идентификаторы и, в том числе, возможно, идентификаторы социальных сетей. Меня беспокоит то, что при этом все-таки пока, потому что я вижу улучшения и мои бенефиты со стороны государства за отдачу моих данных, они какие-то минимальные. Безусловно, государство сделало за последнее время очень много связанного с цифровой сферой. Ну, например, МФЦ они невозможно были без цифровизации некоторого количества внутренних процессов и там внедрения того же самого СМЭФ. При этом у нас появились МФЦ, с помощью которых жить стало много удобнее. А жить тем, кто, как я, прописан в одном регионе, а живет в основном в другом регионе, пусть и в соседнем, Москва и Московская область, для них вообще жизнь кардинально изменилась. Но это не было связано непосредственно с повышением на меня давления по приватности. Это касалось только тех данных, которые и так уже мои государства «вот, я ничего нового не хотел». Но с ковидом показывает, что государство может захотеть от тебя много-много всякого, и есть риск, что почувствовав кровь, условно, оно начнет хотеть еще большего. Но здесь же оно смогло от нас получить большего, может и дальше смотреть. На самом деле в той же ситуации находятся не только граждане, как частные лица, но и бизнес. Да, от него тоже государство может хотеть многого, например, оно от него захотело и получило все торговые транзакции благодаря онлайн-кассам. Что в обмен? Все-таки, что в обмен? Светлана, для бизнеса, что в обмен на прозрачность торговых транзакций? Появилось ли? Ну, я, честно, ничего не получила от прозрачности торговых транзакций. Я хочу немножечко поправить вот это обсуждение, потому что мне кажется, что мы, когда говорим данные, то мы валим все в одну кучу, а мы вот для себя, как бы, анализируя то, что происходит на рынке, научились разделять, скажем так, статические данные и динамические данные. Вот, вы справедливо заметили, что есть данные, которые данные государству, и государство и так их уже имеет. Номер паспорта мне выдает государство, СНИЛС мне выдает государство, ННН выдают государство, там номер водительского удостоверения и так далее. Список достаточно большой, если сесть и аккуратненько записывать, там пара десятков атрибутов наберется. И это не мои данные, это данные, с помощью которых государство умеет со мной взаимодействовать. И в этом смысле я получаю на тех же госуслугах и от той же ЕСЕ все блага, которые мне дает цифровизация услуг государственных. Гораздо все хитрее с динамическими данными. И когда мы обсуждаем вот эти неприличные истории с приложением социальный мониторинг, инициативу с мобильным идентификатором, которую как прообраз электронного паспорта нам пытаются представить, то страхи-то связаны как раз с тем, что не номер паспорта государство будет использовать, а будет использовать информацию о том, где я, что я, с кем я, что я ем, что я покупаю и так далее. И вот вопрос-то как раз в этих самых динамических данных. Но государство на них пока не особо претендует. Да, у ФНС есть конкретные совершенно задачи, связанные с исполнением налогового кодекса, и они как бы обязаны, ну или сами себя обязали, поскольку они регулятор, обязали собирать данные в динамике, но эти данные нужны для того, чтобы обслуживать нас в том же самом государстве, как граждан. А вот когда государство начинает собирать действительно информацию, как это было сделано в дитовских приложениях, о том, куда я хожу, с кем я общаюсь, и эти данные утекают неизвестно куда и неизвестно зачем, чуть ли не на страшные эстонские сервера. Вот это вызывает негодование, это вызывает возмущение, это провоцирует все эти крики про цифровой ошейник и так далее. Хотя на самом деле мне кажется, что ситуацию с ДИТом рассматривать как регулярную государственную не следует, потому что это некоторый экскьюз вот в рамках конкретного региона. Это не то, чтобы беспредел, но это попустительство властей местного региона, которые просто пронебрегли всеми нормами приличия и законами, допустив вот такого рода программные приложения, которые были навязаны людям. Поэтому обсуждать это как регулярную государственную деятельность я бы не стала. Вот про что мне бы еще хотелось сказать, что наверное можно было бы рассчитывать на то, чтобы государство как-то позаботилось о защищенности и безопасности этих данных. Вот смотрите, какой пример, когда это тоже, к сожалению, из-за ДИТовской практики, когда данные о штрафах в связи с отсутствием пропуска вдруг оказались в публичном доступе, то руководство ДИТа нечисто субняшися заявило, а это вы, граждане, сами выложили их в сеть и вот все, пожалуйста, так и получилось. А у нас нигде ничего не утекало. Если посмотреть внимательно на статистику утечек, то утекает на самом деле не у граждан, утекает больше всего с тех серверов, которые находятся в распоряжении админов. Ну, граждан тоже иногда, потому что они недостаточно грамотные. Так вот, это все к чему? Что, может быть, со стороны государства можно было бы усилить требования к защищенности тех данных, которые хранятся в информационных системах государства и бизнеса и тем самым как бы гарантировать гражданам по крайней мере защиту их приватности. Не знаю, понятно я пытался объяснить, но если бы... Понятно, Светлана, но вопрос в том, вот у меня личный вопрос, кто это делать будет? Наш импотентный орган по защите приватности ходить в МВД, ФСБ, в силовые органы, в госорганы, проверять защищенность, они с Дитом-то разобраться не могут и не хотят. Я просто напомню, что МАДИ обрабатывала персональные данные тысяч москвичей в нарушение соглашения, по которым ей предоставлялись эти персональные данные. Где Роскомнадзор? Молчит. Ведомство Липова вообще молчит уже в момент его назначения. Жаров хоть иногда публично выступал, а сейчас мы в глубокую тишину от Роскомнадзора погрузились, но вот вы говорите должны сделать. Кто это будет делать? Ну, когда говорю должны, имею в виду государство. Смотрите, я по своей природе инженер вообще-то, да, вот, я понимаю, что существуют устройства, которые позволяют зашифровать данные, так что никакой админ, под столом, под рабочим столом которого стоит десктоп с зашифрованными данными, их не расшифруют, да, а значит не сольет в сеть, не отнесет в всякие помоечные базы, которые торгуют благополучно на черном и сером рынке, их несколько, мы все их хорошо знаем, да, и мы часто ими пользуемся, и мы даже видим публичный портал этих баз, которые позволяют пробивать нам данные на соседа, на друга, на кого угодно, да, на потенциального продавца чего-нибудь. Так вот, существуют технические решения, позволяющие защитить эти данные. во власти регулятора требовать установки таких устройств, таких решений на площадках бизнеса, на государственных площадках, и тем самым защитить данные, персональные данные граждан. Точно так же можно защитить данные граждан на абонентском устройстве, до этого тоже существуют технические решения. Была бы воля, да, и тогда... Я тут вижу всегда две проблемы, потому что мы сейчас объединили, есть проблема дата секьюрити и дата прайвеси. Вот с датой секьюрити, оно, мне кажется, попроще. Можно обязать, технические средства поставить, шифровать, то есть технологий много, опенсорсных технологий много, ПРСА, если не хочется, там, стандарты ФСБ, брать. А вот с дата прайвеси, вот это действительно большая проблема с авторизованным доступом. Кто имеет, на каких основаниях, кто контролирует эти органы. Нет ни судебного надзора, ни адекватного надзора со стороны государственных органов и абсолютно непрозрачный регламент. Мы, когда сунулись в эту историю с технологией распознавания лиц в Москве, ну, выяснили, что это все документы для внутреннего служебного пользования, которые никому не показывают. Никто не знает, кто из оперативников имеет доступ к базам данных, может загружать, нагружать фотографии. Потом выяснилось, что там любой оперативник, стажер приходит, ему дают логин и пароль, он может делать что угодно. Вот это большая проблема. Ну, опять же, мне кажется, что если бы на граждан переложить часть ответственности за сохранность этих данных тоже и за контроль использования их данных, тоже можно было бы как-то ситуацию улучшить. Дайте ему эксперименту. Мне кажется, что вы немножко забежали вперед к вопросам. Сарки совершенно правильно сделал акцент, что есть история про прайвиси и есть история техническая, про кибербезопасность как некоторые технические решения. Мне кажется, что здесь есть два важных момента. Еще я отдам слово Ивану, который все-таки еще предыдущее свое высказывание по прайвиси никак не сделает. Я видел, что он несколько раз открывал рот, но не успевал. Я сдерживался, потому что слушать было интересно. Вот смотрите, первый момент, который мне кажется довольно важным, что нас возвращает к вопросу о прайвиси. История про сливы серверов в случае отдельных государственных органов и региональных органов, например, того же самого ДИТа. Есть подозрение, что нельзя все время объяснять исключительно волей админа. Если они в каких-то организациях происходят регулярно вне зависимости от смены админов и еще что-то, а еще тебя эта организация заставляет подписывать в соглашении, что твои данные они кому хотят передадут, то, наверное, это какая-то системная проблема, а не конкретный злой умысел одного админа. Второй момент, который совершенно верно нам наши слушатели написали, что история про те решения, которые обычно любят государства, это, кстати, касается не только российского государства, когда государство начинает устанавливать и рекомендовать установить какие-то вещи, связанные с защитой информации, то в большинстве случаев оно хочет, чтобы они были такие, в которых есть маленькая задняя калиточка, через которую при необходимости представитель государства может туда зайти. А у нас как раз и оказывается, что представители государства зачастую оказывают слабое звено во всей этой цепочке. И вот здесь мне кажется, что очень важно пообсуждать еще проблему техническую, и мы сейчас к ней вернемся, но я специально длинную вводную делаю для того, чтобы акценты Ивану поставить. Вот почему все-таки мне кажется, что про приватность мы не просто так разговариваем, что чисто технически вопрос не решается. Технические вещи имеют уязвимости, в том числе на организационном и нормативном уровне. Вот еще раз про бенефиты. Может быть, и бог с ними, пусть есть, наши бенефиты настолько велики, что нам на это может быть нет. Можно я здесь добавлю немножко, но, во-первых, да, давайте оговоримся, что у нас практика очень разная, и если ДИП Москвы ведет себя скорее как слон в посудной лавке, то есть пример Татарстана, который просто с самого начала продекларировал, что мы уничтожим все данные цифров пропусков, и реально это сделал с комиссией, протоколом и уничтожением в их облачном решении всех резервных копий. Ну, это вот пример профессионального подхода. Совсем идеальный подход, это когда изначально система создается, прямо закладывается дата ее уничтожения, но, в принципе, наш закон о персональных данных в этом случае предусматривает даже практику уничтожения данных после их использования, просто почему-то об этом мало кто из самих эксплуатантов систем часто вспоминает. Вот, поэтому практики есть разные, вот, и на федеральном уровне, вот то, что у нас есть пример Максута Шадаева, который продекларировал, что данные будут удалены из приложения СтопКоронавирус, поэтому Москва это там прецедент. Вопрос, что с этим делать, ключой вопрос, это саморегулирование. Те органы власти, те представители, например, субъектов федерации, которые, в общем, озабочены правами граждан, своей публичной репутацией, работой с избирателями, условно, те губернаторы, которые хотят переизбраться, они как-то относятся к этому более этично. Те, кто не хотят или там понимают, что это их последний срок, их еще не отзовут, то они позволяют себе делать все, что угодно, но здесь, на мой взгляд, важно все-таки действительно вернуться к тому, что у нас сейчас нету органа власти, у нас сейчас нет государственной институции, защищающей права граждан. Вот. В мире, в принципе, обычно этим занимаются не силовые органы, вроде Роскомнадзора, а Общество защиты прав потребителей. Вот. Но у нас так получилось, что Роспотребнадзор, он полностью самоустранен от этой темы, вот, они даже никогда об этом не сговаривали, и любой запрос к ним будет уходить, типа, вот, идите в Роскомнадзор, он защищает ваши права. Вот. При том, что, конечно, вообще-то это начинается защита прав потребителей. Это как бы одна часть, это там, где присутствует бизнес, и там, где обычно уже возникает некоторый вот этот самый баланс взаимодействия бизнеса, государства, где кто как регулирует. И вопросы, которые связаны, например, с утечками, ну, вот, я вам честно скажу, сейчас проблема утечек, она стоит на втором месте после проблем доступности данных для людей, обладающих полномочиями, но не обладающих ответственностью либо обладающих каким-то иммунитетом. Потому что самый большой рынок сейчас это не рынок утечек, это рынок пробивой информации о людях. Вот. Вы можете, так сказать, вы не можете купить, например, базу там всех паспортов или базу всех сотовых операторов, но пробить человека по базе сотового оператора за разумные небольшие деньги вы можете. Без проблем. Причем это, там сумма варьируется от тысячи до, там, двадцати тысяч, если вам нужно пробить по сотне баз. Ну, там, поэтому это ситуация, когда государство своим бездействием, оно создает некоторый такой правовой нигилизм, и люди пользуются вот такой, так сказать, прозрачностью личной жизни и других, прозрачностью за деньги, но в основном с целью злоупотребления. А вот прости, пожалуйста, вот по поводу правового нигилизма некоторый момент, на который как-то меня все время волновал, и на самом деле тут на это же сейчас обратил наше внимание Игорь Задорин, прислав нам про это свое сообщение. Вот защитить граждан без их желания не всегда возможно, а для их желания должно появиться их понимание. И во многом правовой нигилизм понятно, что он есть и среди тех, кто имеет доступ к этим данным, да, админы сотовых операторов, люди связанные с государственными организациями, но он же есть и у граждан. Вот кажется, что граждане не до конца понимают вообще всю эту историю про данные. Поэтому вот эта дискуссия, она экспертная. Если мы попросим социологов того же Игоря просить людей про их отношения, наверняка они это делают, я, к сожалению, не следил, не встречал таких опросов, наверняка они у них спрашивают в последнее время и про какие-то их отношения к приватности к цифровому пространству, и вообще к цифровому пространству, то я почти уверен, что подавляющее большинство граждан этого не понимает. У нас просто уровень цифровой грамотности уже позволяет всем этим воспользоваться, но еще не позволяет понять, что там лежит внутри и что за собой это может повлечь. Да, можно, коллеги, вот здесь немножко, да, или Саркиз, могу передать. Не, давай, скажи, я после тебя. Я скажу коротко, смотрите, я когда еще, вот еще, например, условно, года полтора-два назад я постоянно говорил о рисках соцсетей, крупнейших владельцев данных и так далее. Проблема в том, что сейчас первая ключевая данные, которые собираются, хранятся вечно. Те, кто понимают о том, что собрано, они стараются не удалять. Удаляют только видео и аудиоконтент, когда он превышает определенные объемы, но и то при этом стараются уже все больше и больше хранить дальше. И проблема одна из ключевых в том, что не просто ДИТ Москвы ставят эти камеры, а что алгоритмы распознавания развиваются, что база лиц, например, пополняется, и то, что было записано там 3, 5, 10 лет назад, мы не уверены, что это уничтожено. Мы не уверены, что там через некоторое время это не может быть использовано, опять же, против вас в самых-самых-самых разных целях. Мы не уверены о том, что, не знаю, если вы владеете бизнесом, вы не можете быть уверены, что какой-нибудь бизнес, который ближе к мэрии, не попросит и не запросит данные, чтобы следить за вашим офисом или чтобы отслеживать там, где вы появлялись. Эти сведения могут использоваться не только для нарушения конкретной личной жизни, но и рейдерских захватов, огромного количества всего. Это, если мы говорим вообще просто с активностями за пределами государства. Поэтому, безусловно, нам нужно повышать и правовую грамотность граждан, чтобы они понимали, но понимали с двух точек зрения. Как себя обезопасить технически, ну, технически и личной какой-то самой организации. Но самое главное, как отстаивать свои права, потому что пока у нас граждане там, не знаю, выходят на митинги, пикеты, связанные с потерей доходов, с ограничениями из-за коронавируса, но очень скоро с текущими темпами не только государственной, в принципе, сбора данных, они будут выходить на все то же самое уже с точки защиты их цифровых прав, не до конца понимая, как это должно происходить. Вот. В идеале, как и в мире это происходит, это становится повесткой политических партий, которые начинают активно влиять на нормотворчество. Вот. Так как минимум в Канаде, в Ирландии, я знаю, в Великобритании в программах нескольких партий явным образом прописана защита приватности и открытость государства. Вот прям открытым текстом. У нас ни одной такой партии нету, ну, по крайней мере, из тех, которые могут собрать больше там полпроцента избирателей. Вот. Должно ли такое появиться? Ну, на мой взгляд, должно. Вадь, ну, появляется это на самом деле. Давай вспомним митинги против пакета Яровой, Телеграм, они же все были вокруг приватности, да? И, конечно, ты прав, это нет в политической повестке крупнейших партий, но там либертарианская партия топит за это, которая, ну, там, более-менее популярна среди молодежи. Конечно, это должно... Саркист, но либертарианская партия это скорее клуб, давай будем честными. Хорошие люди, наверное, так сказать, могут поговорить, но нету... Да, да, но в условиях абсолютно мертвой политической системы и существующих умерших партий, да, с председателями зомби, говорить, что они возьмут эту повестку в ближайшее время, только если она прям очень сильно назреет и ее можем будет торговать. Я хотел сказать по поводу нигилизма еще и по поводу сообщения, вот, который Андрей писал здесь в части, по поводу судов, да, которые должны обеспечивать права граждан. Ну, здесь что в целом хочется сказать, что кроме вообще общей проблемы независимости судов, что, конечно, если вы обратитесь в суд в связи с нарушением ваших прав на персональные данные на приватные со стороны органов государственной власти или московских властей, вы абсолютно обречены, да, это одна проблема отсутствия независимости судов. Но даже если бы суды были независимы, существует другая проблема, о которой я говорил вначале, это отсутствие эффективных правовых инструментов и институтов для защиты приватности. То есть, если сейчас ваши данные утекли или кто-то их нарушил, что вы можете сделать, что мы говорим обычно своему клиенту, да, пишите жалобу в Роскомнадзор. Даже если Роскомнадзор когда-то обнаружит признаки состава административного правонарушения и привлечет к ответственности компанию или госорган за нарушение, а там максимальный штраф, я напомню, сейчас подняли 75 тысяч рублей, то, конечно, вам это никак не поможет и никакой сатисфакции вы не получите. И в данном случае, если вы пойдете в суд и уже приложите даже постановление Роскомнадзора, чтобы штрафу привлекли, единственное, на что вы можете надеяться, это на взыскание компенсации морального вреда, которое по среднему меркам составляет 5-10 тысяч рублей. Понятно, что это не окупит даже вашего юриста, которому вам придется обратиться, чтобы он подготовил иск и представил вас в суде. И все это, конечно, привело к тому, что люди не хотят обращаться в суд, они не верят в суд, они понимают, что они не защитят свои права там никаким образом. И здесь, наверное, стоит нам посмотреть на там практику Калифорнии, например, да, которая в последнем своем законе по защите прав потребителей говорит, что по аналогии с нарушением исключительных прав, если будет доказан факт утечки, то каждый может потребовать компенсацию без необходимости доказательства убытков в размере там, сколько там, 700 долларов. И, конечно, если это будет групповой иск, что тоже, как бы, на самом деле, хоть и был введен в России, но пока институт групповых исков не работает. И если иск компаний или государству там на несколько миллионов долларов от сотен тысяч людей, то вот это, наверное, самый эффективный способ для компании, для органов власти подумать о том, что сделать с приватностью защиты данных, потому что только рубль, как мы понимаем, дисциплинирует игроков, и граждане должны быть обеспечены этой возможностью защищать в суде свои права. Но это потребует изменений законодательства текущего, которое не предусматривает такую возможность. И, соответственно... Это еще и вопрос состояния судебной системы. Ну, это я сказал, но судебная система это одно, но другое это возможность обеспечения, подачи таких рисков, потому что у нас есть замечательный закон о защите прав потребителей. И на самом деле он очень круто защищает потребителей. Вы знаете, если вам поставщик услуг откажется удовлетворять ваши требования законные, вы можете один процент от суммы договора за каждый день просрочки взыскивать. Поэтому, если сумма договора 200 тысяч рублей, и он не исполнил ваш недобросовестный поставщик, то вы можете взыскать с него 400-600 тысяч. И это серьезно заставляет в этой сфере потребительской, по крайней мере, бережно относиться к правам потребителей и пользователей. И нам надо аналогично в сфере заказательства приватных. Спасибо. А вот у меня вопрос тогда. Вань, ты пытались что-то говорить, но тебя было не слышно. Тебя не слышно. Иван, тебя не слышно. У тебя что-то с микрофоном тебя не слышно совсем. Я сейчас меня слышно? Да, теперь слышно. Можно я короткий вопрос Аркису задам? Вот, если мы говорим про нарушение приватности стороны бизнеса, это да. Хотя там бизнес, ну, тоже как-то опасается всегда, что вот нас тут завалят штрафами, что нам, как нам делать, как нам жить. Вот, потребительский экстремизм тоже он присутствует. А что нам делать со штрафами и как наказывать те органы власти, которые нарушают приватность? Вот, работает ли такая модель для нарушения, ну, хотя бы там, не знаю, если федеральный уровень установит правила, региональный нарушает? Ну, в данном случае государственные органы, те же самые операторы, персональных данных, да, контролеры по терминологии GDPR во многих случаях, они должны нести ту же ответственность за нарушение, соответственно, прав пользователей. И, конечно, есть общая проблема с и с уголовной составляющей. У нас, я напомню, есть там ряд норм в уголовном кодексе нарушения тайны частной жизни, да, по которым, если посмотреть статистику судебного департамента, по-моему, за прошлый год они ее не публиковали, но и за 18-й, там 30 дел по всей стране, то есть это говорит о том, что никто не возбуждает эти дела, никто не хочет заниматься, проверять, то есть сотруднику полиции надо пойти там сейчас в ДИЦ, оставить протокол, да, возбудить производство, что в условиях современной вертикали вообще не представляется реалистичным сценарием. и вот это все и создает тот огромный, огромный шквал недоверия государству, когда мы говорим, что государство как оператор будет каким-то вашими данными управлять и хранить. Коллеги, ну вот у нас осталось не очень много времени, мне очень понравился настрой Саркиса в таком последнем высказывании, в последних паре высказываний, где он начинает предлагать некоторые конкретные подходы, которые могли бы повлиять на ситуацию как-то в сложившейся системе. Мне кажется, что ну вот может быть не все идеальны, но они как бы есть, да, и это некоторая история такого положительного выхода, а не вот накрыться простынью и ползти на кладбище. Поэтому у меня просьба к Светлане, к Ивану, вот у нас осталось не очень много времени, давайте сейчас попробуем пофантазировать, я бы это так назвал, чтобы нам могло помочь в этой ситуации. Я, честно говоря, очень не сильно верю в историю, например, с политическими партиями, да, и как бы их выступлениями в России, ну, просто из-за того, что российская политическая система строго говоря не то, чтобы содержит партии, там, то, что есть партиями в классическом смысле слова, защищающими какие-то интересы, идеи, асофию какой-то жизни, да, или хотя бы какой-то класс, она отсутствует, значит, некоторая часть административной системы так хитро устроена, у нас такой у нас ландшафт, вот в нашем ландшафте что делать, надо ли делать, что делать, да, ну, надо ли, вроде бы, вот мы доказали сегодняшним разговором, что надо, а все-таки что? Светлана, может быть, вы тогда начнете? У меня не появилась новая идея, я считаю, что самое главное это забота о грамотности населения и предоставление гражданам инструментов, которые позволят им, рассчитывая на себя, обезопасить себя в этом цифровом мире. Это означает, что должны быть соответствующие инструменты безопасности, и тут государство может каким-то образом помочь своим гражданам. И, безусловно, со стороны государства должна быть обеспечена какая-то система обучения, повышения грамотности для того, чтобы люди действительно понимали, что происходит. Тут есть же такой хитрый момент, да, нам сейчас кричат нефть подешевела, зато есть новая нефть данные, они стоят безумных денег, эти деньги кто-то получает. У граждан совершенно естественно возникает вопрос, а как бы и нам этих денег получить данные-то наши? Так вот, нужно найти баланс вот этих интересов. И в этом смысле очень важно объяснить гражданам, как, за что они могут получить, и как им защитить себя самим. Простите, но полагаться на государство в этой ситуации не приходится, потому что мы уже столько лет видим, как государство разводит руками и говорит, у нас недостаточно ресурсов для того, чтобы контролировать теми методами, которые предусмотрены законом. Поэтому положись на себя, другой идеи у меня нет. Спасибо большое. Иван? Ну, я, может быть, опять повторюсь и говорю какие-то вещи не столь адаптируемые к российской реальности. В мире самая популярная тема – это разработка национальных стратегий данных с акцентом на этику данных. Такая стратегия разработана в США, Великобритании, в Австралии, то есть во всех англософонских странах это присутствует. В Германии это присутствует через искусственный интеллект и опять же работу с данными, потому что там самые большие риски видят в реализации алгоритмов, которые на основе данных потом еще принимают автоматические решения. Подобная ситуация есть на международном уровне. То есть я считаю, что вот это вот внедрение этических кодексов вначале как рекомендательных, а потом законодательное их закрепление и довольно жестко прописанный механизм защиты прав граждан это необходимо. Я, конечно, считаю, что, безусловно, такая глубокая реформа защиты прав приватности граждан она необходима в России и Роскомнадзор он может сохранить за собой какие-то функции связанные с обеспечением информационной безопасности, хотя у нас с этим фейстэк, по идее, должен бы справляться. Но в том, что касается защиты прав граждан, это либо модель уполномоченных, как это присутствует в Европе, дата комиссаров и уполномоченный должен быть в этой области, либо это модель, которая больше привязана к защите прав потребителей, это вот модель Роспотребнадзора. Так или иначе, некоторые независимые органы, там, Национальный совет, прости господи, извините, что упоминаю подобное, вот, это по такой модели, как присутствует это в мире. Вот, очень бы хотелось подобную конфигурацию в России, но при этом, также зная, как у нас устроен бюрократический аппарат, я понимаю, насколько могут быть, так сказать, наивными мои утверждения. Поэтому... Скажи, пожалуйста, ты там произнес некоторую важную фразу про независимый орган. Вот, давай два примера. Первый, есть независимый омбудсмен бизнеса, да, у нас есть титов, который пытается что-то такое... Но это не то. Тогда это полезно, тогда это странно, но, тем не менее, даже когда он явно выступает с очень разумными мыслями, обращает внимание на реальные проблемы, не то, что за этим следует, вот, да, поэтому как-то этот независимый орган оказывается недостаточно эффективным. Я сейчас... Ну, полномочий нет. У титова никаких нет полномочий. Смотрите, можно я попробую описать, как это работает? Есть, ну, разные модели? Ты просто привел несколько, как бы, конфигураций, да, я специально просил конфигурации, которые могут быть в нашем обществе. Я понимаю конфигурацию, которую говорил Саркиз в своих предыдущих высказываниях. Может сработать, может не сработать, но, например, как-то ложится. Я понимаю конфигурацию, которую говорил Светлана. Тоже может сработать, может не сработать. Ну, то есть, образование точно сработает, да, люди лучше начнут понимать хотя бы, значит, что у них... Кроме они более квалифицированно смогут соглашаться или не соглашаться. Тоже понимаю. Ну, и там, Остальные методы тоже, может, работают, может, не сработают, но, по крайней мере, непонятно, как работают. Но история про независимые органы у нас, и омбудсменов, и омбудсменов, неважно, можно взять не Титова, можно взять детского омбудсмена, можно по правам человека. Но все ситуации, в общем, все равно, как бы, очень непонятно, где это берется. Не в смысле, как, наверное, где-то в других странах это работает. Мы же говорим про то, как в нашей сделке. Значит, Роспотребнадзор как независимый орган, ну, я не знаю, но вот есть ситуация, когда, с одной стороны, вот мне нравится модель Саркиса, которая говорит, ну, давайте, как бы, с помощью таких органов и их нормативки установим некоторые карательные меры за нехорошие действия. Их, по крайней мере, будут бояться совершать. Но тот же Роспотребнадзор, когда у нас почему-то портится отношение с руководством соседней страны, тут же внезапно выясняет, что вся ее продукция является очень вредной для россиян. При этом она остается полезной для всей Европы, там, и остальной части мира, которая имеет с этой страной тоже очень нехорошее отношение. Но вот, как бы, те считают, что там самая полезная продукция из этой страны, а мы тут же обнаруживаем, что она вся вредная. Но при этом, когда наши отношения налаживаются, мы тут же обнаруживаем, что полезнее этой продукции никакой другой. И говорим, ну, как, европейцы же сами едят, все нормально, хорошая продукция. Вот. Я боюсь, что этот орган нельзя считать независимым, да? И вот здесь вопрос зависимость-независимость первый, и вопрос второй, ну, вот эта институализация, она слишком управляемая оказывается. И, например, не окажется ли, что такой независимый орган, как Роспотребнадзор, будет, например, когда государство хочет наши данные использовать, говорите, не смейте побежать государство, ему надо, ему положено, очень хорошее. А когда нам захочет какой-нибудь оператор, там, не знаю, МТС, там, Пятерочка, еще кто-нибудь, какой-нибудь дополнительный сервис делать за счет работы с нашими данными, он к ним придет и начнет говорить, ой, это так вот нехорошо, сейчас мы вас сильно-сильно накажем за это. Я боюсь, что наши как бы независимые органы типа Роспотребнадзора работают именно в таком ключе. Ну, Василий, я пытаюсь найти решение, да, я совершенно согласен, да, и, конечно, у нас большая проблема с независимостью разных органов и с их влиянием. Уполномоченные, там, условно, почему-то в России, уполномоченные, там, в той же Австралии, это разные уполномоченные, у них уполномоченные это фактически просто персонификация органов власти с полномочиями, а у нас это некоторый советник с медийным ресурсом, максимально, что там есть у Титова, например. Но, если просто, я почему пытаюсь как-то отойти немножко от модели Саркиса, например, потому что, на мой взгляд, когда мы ужесточаем и вводим любые иные репрессивные меры, в том числе с большими штрафами, это не моя модель, вы не приписывайте мне, я говорил о мерах гражданской защиты, о неувеличении административных штрафов, я сказал, что это как раз не работает. Ну, меры, там, гражданской защиты, да, но, в общем, когда это происходит, я скажу так, это может частично обезопасить от злоупотребления данными, причем, в основном, российскими юрлицами, вот, но, когда мы говорим уже про злоупотребление данными государством, ну, там, отдельными органами власти, либо, например, что находится на глобальной повестке, то, к сожалению, в чем сейчас наши органы власти, отвечающие, вообще никак нам не помогают, это злоупотребление данными глобальными корпорациями, вот, к сожалению, это не помогает, потому что, если немецкое правительство, там, мини-министерство юстиции фактически помогает Обществом защиты прав потребителей на то, чтобы судиться с Фейсбуком и вырабатывая соответствующие регламенты, регулирования и напрямую выдачей грантов организациям, которые этим занимаются, то у России есть успешный опыт взаимания штрафов, по-моему, до 500 тысяч с наиболее крупных корпораций. Если в Канаде Фейсбук штрафуют на 5 миллионов канадских долларов, по-моему, уже даже больше, там, это они делали ранее, то у нас просто зарубежные корпорации просто игнорируют любые попытки российских органов власти, штрафовать их даже на миллион рублей, ну, то есть в сотни раз меньше. Вот, поэтому я пытаюсь найти какие-то схемы, которые могли бы помочь без усиления репрессий, которые еще и не работают, и, на самом деле, придут лишь к давлению на российский бизнес. Ну, может быть, те модели, которые, я предлагаю, сейчас не годятся, но предложить, например, разделить Роскомнадзор, там, на какие-то части, или там просто расформировать его, сформировать. Ну, на это, я боюсь, что сейчас просто никто не пойдет. Не, ну, да, это придется забирать все его функции от него, потому что он не соответствует критериям, кстати, про независимость, Василий. Есть замечательный профессор Гелларма из итальянского университета, он разработал индексы независимости, и там, в основном, три критерия, да, это получение финансирования уполномоченным органам, то есть он должен получать напрямую из бюджета. У нас Роскомнадзор получает через Минкомсвязи, да, через правительство. Это сменность руководителя, что он должен быть сменяем, один раз занимает пост, и все, а не как у нас, там, Жаров сидит уже, там, сидел 15 лет. И третье, это, собственно, независимость назначения. Он должен быть назначен парламентом, допустим, да, выбираться эту должность, а не назначаться из правительства. Вот тогда у него, получается, появляется компетенция. А мы понимаем, что иногда защищать права получается вот на этой компетенции, на вот этой вот конкуренции госорганов. Когда, например, МВД что-то делает плохо, вы можете написать, по крайней мере, жалобу в Следственный комитет, и, возможно, Следственный комитет проверит, да, или прокуратура проверит. И вот это то, что можно сделать. Но здесь должно быть серьезная политическая воля взять все и изменить, да, забрать у Роскомнадзора, я все-таки за то, чтобы забрать у него полностью вот эту вот историю с персональными данными, потому что, ну, в моем понимании, нельзя заниматься суверенным интернетом, лицензиями, СМИ, там, блокировками, и еще и эффективно в текущей модели защищать персданные. И начать с нуля создавать вот эту полномочную орган. Это то, с чего надо начинать перед тем, как обсуждать историю цифровых паспортов, единого регистра и всего прочего. И, собственно, я возвращаюсь к тому, о чем сказал в начале. Спасибо большое. Ну, у нас время уже заканчивает совсем, поэтому я какие-то итоговые слова сейчас скажу. Ну, во-первых, я рад, что, наконец, эта наша серия дискуссий стартовала, и я думаю, что она будет развиваться. Развиваться. Мне кажется, что то, что коллеги сказали, во многом было довольно интересным. К сожалению, хотя, в общем, по-моему, это абсолютно ожидаемо ни к какому решению, что вот давайте сделаем так, и все будет хорошо. Мы не пришли, но, по крайней мере, попытались в его сторону посмотреть. Что касается, что рано рассматривать, а что нет, я здесь абсолютно солидарен с Аркисом, но есть одна проблема. Конечно, рано говорить о том, как государство будет соблюдать наши цифровые права или нашу приватность без того, чтобы создать еще какие-то вещи. Но нам деваться некуда. Приложения, следящие за нами, появляются. Национальная система управления данных, про которую я надеюсь, что мы еще поговорим отдельно, как и про другие, собственно, государственные сервисы, появляются. Они агрегируют наши данные. Здесь есть разные аспекты этой безопасности. Я думаю, что мы бы немножко больше поговорили сегодня и про это, если бы Олег Качанов к нам присоединился. Но я надеюсь, что мы просто про это устроим отдельный разговор. В каком-то смысле это может быть даже лучше, что мы сегодня сконцентрировались на вещах более общих и в каком-то смысле более верхнеуровневых, а не разбирали глубоко какие-то конкретные действия и кейсы. Но к этому, я думаю, что мы тоже еще подойдем. Спасибо большое всем участникам. Огромное спасибо Светлане, Саркису, Ивану. Собственно, со всеми прощаюсь. И увидимся в следующем нашем семинаре. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.